Приветствую вас. Наверное, какие-то мысли, которые я хотел бы сказать, будут перекликаться с ответом эксперта, который вам ответил на момент записи моего ответа вам. Но, несмотря на это, думаю, что какие-то вещи, опять-таки, если говорить про ответ эксперта в первую, какие-то вещи я хочу вам, наверное, дать впервые. Мой коллега этому не говорил. Итак, пожалуй, первое, что мне хочется сказать, то, что вы, в принципе, делаете все правильно, за своей стороны. Вот, за своей стороны вы хотите научить ребенка доверять вам, рассказывать все вам и так далее. В этом контексте, наверное, то, что сказал вам коллега, является правильным, единственно верным, что действительно доверие, значит, рассказывать все, по вашему мнению, это контроль. И ребенку нравится, что вы его контролируете. Доверие, это когда вы позволяете своему ребенку самостоятельно нести ответственность за то, что он делает. Доверие, это когда, доверие с его стороны, когда ребенок знает, что он найдет в вас поддержку, но не будет видеть в вас постоянного помощника, постоянного такого, знаете, ангела, который, ангела-хранителя, да, который будет его выручать из всех ситуаций. Это не есть хорошо, не есть правильно, для вас и для ребенка тоже. А вот дальше, дальше, надо сказать, что вы, как мать, вряд ли могли бы поступить по-другому. Как мать, так девочка, та самая девочка, которой вы пытаетесь научить, научить своего ребенка. Вы не можете научить его мужскому поведению. Вы не можете научить его таким вещам, которые, но не да, только мужчина. Это ответственность за свои поступки и слова. В таком, знаете, более жестком мужском смысле слова. Это проявление силы, когда, кроме тебя, проблему никто больше не решит. Это такая мужская твердость, которую вы, как женщина, дать своему ребенку не можете. И то, чему вы его пытаетесь научить, это полезно и правильно. Но обычно, в полной семье, это компенсируется еще и воздействием отца. А еще и воздействием мужского поведения. У ребенка формируется образец женского поведения и образец мужского поведения. Так вот, в вашем случае образец женского поведения у него формируется, а образец мужского нет. Ведь давайте подумаем, кто чаще всего рассказывает своим родителям. Девочки. Не мальчики, а девочки. Среди мальчиков это не принято. Среди мальчиков это, вообще-то, считается очень плохим поведением. И действительно, мальчик от такого просто не принимает в свой круг. Понимаете? И вы, если думаете, что можете ему это дать, то есть дать вот это мужское поведение, твердость, суровость в каких-то моментах и так далее, вообще-то, говоря, вы ошибаетесь. Не можете. Именно поэтому мальчики, воспитанные одинокими матерями, ну, в общем-то, обладают большим количеством женственных черт. Тогда как, заметьте, если мальчик воспитан, или девочка, не важно, воспитанные мужчиной, папой, то они ведут себя, соответственно, как мужчина. То есть, как такие, ну, девочка ведет себя, как мальчик, да, и так далее. То есть, происходит перекос в сторону какого-то одного образа поведения, модели поведения. И вот, чтобы такого перекоса не было, вам не нужно ломать, менять себя. Друзья, вам нужно, чтобы мальчик общался с кем-то из взрослых мужчин, которые были бы для него авторитетом. Вот это то, что вы можете сделать. Реально. Знаете, коллега прав в том, что он говорит. Прежде чем, значит, собственно, доверять сыну, прежде чем говорить о доверии в отношении сына, вам нужно учиться доверять, верить в своего ребенка. Но верить в своего ребенка это совсем не то, что доверять. Вера в своего ребенка означает, что вы позволяете ему делать то, что он должен. Вера в своего ребенка означает, вера в том, что он справится сам с проблемой. Вы его поддержите, вы его примете, но справится с проблемами он сам. И когда вы выходите во двор, разбираетесь с детьми, вы ему не верите. Да, он вам доверяет, вы помогаете решать ему проблемы, но вы этим ему вредите. Вредите вы ему этим очень сильно. Потому что, по сути, вы прививаете ему женскую модель поведения. Понимаете, рассказать о проблеме, поверить ему, да, как бы поделиться, значит, что вы не будете осуждать, это одно. А вот реально помочь человеку решить проблему, вступить в то поле, где человек сам должен становиться субъектом деятельности и действий, это, вообще-то говоря, уже перебор. и, знаете, мне слабо верится, что вы сможете верить своему ребенку так, как говорит мой коллега. Потому что, как мать, вы за него переживаете. Как мать, вы волнуетесь за него, как-то оградите его от проблем, я вас понимаю. и поэтому я говорю, что очень важно, чтобы вы свели мальчика с мужчиной, который бы стал для него авторитетом. Это, вообще-то говоря, не обязательно должен быть его отец, это просто должен быть кто-то, кто-то, кто бы стал для него примером для подражания. И он не хочет быть таким. И тогда он вам сам, даже если наябельничает, расскажет, просто поделится. Он не позволит вам выйти во двор и что-то делать. Потому что это позор. Но, как и женщина, вы этого не понимаете. И, чтобы ребенок не был ябодой, вам нужно отделить, рассказать все. Это одно. Позволить действовать так, как считает ребенок. Сказать ему, что прости, вот это ты должен делать сам, я же тебя это не решу, это совсем другое. У вас правильное понимание того, что есть глупость, того, что действительно плохие оцинки не повод накладывать на себя руки. но вы, как я и говорил в своем примере, перегибайте палку. Вот, чтобы палку не перегибать, обязательно сделайте так, как я сказал, как я сказал. А сами попробуйте отграничить. Вот он вам рассказывает, хорошо, рассказывает, пусть рассказывает. Слова это всего лишь слова. А действия это уже другое. Не берите на себя ответственность за своего ребенка в том, чем он сам должен нести ее, эту ответственность. Не делайте за него того, что он сам должен делать. не решайте за него те проблемы, которые он сам должен решать. Понимаете? Если ребенок, например, ударил другого ребенка вашему сыну, ваш сын побежал к вам жаловаться, вы его выслушаете, вы как бы примите то, что он вам скажет, но как поступать, кричать ему. Хочет, пойдет и ударит в ответ. Хочет оставить все как есть, хочет попробовать договориться, но вам в это вмешиваться не нужно. Вы вмешиваетесь тогда, когда дети применяют не детские средства. Там какие-то опасные вещества, которые реально угрозу для здоровья несут. Это да, но не более того. и все. Что ж, я надеюсь, что вам там помог, надеюсь, что вы извлечете из моего ответа, что это важное, цельное для себя. Надеюсь, что вы поймете, что мы вас не осуждаем в никаком случае. мы понимаем, почему вы так себя ведете, и мы понимаем, что вы хотите для своего ребенка здоровья, счастья, но мы также понимаем, что как женщина вы можете дать ему далеко не все, а ребенку нужно все. Именно поэтому так важно как бы так важно полная семья. И полная семья здесь это далеко не всегда наличие мужа. наличие мужчины. Полная семья это в контексте ребенка, когда есть мужчина и женщина, когда есть образец мужского и женского поведения. Тогда ребенок вырастет полноценно. И он будет называть отцом не того, кто ему отец по крови, а того, кто по сути сделан сам для него этим самым образцом поведения первичным. образцом поведения. Если у вас какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. субтитры субтитры субтитры